Отправляемся вперёд. Эта дорога нас изменит. Вот из той редкой категории песен, которые не петь, слыша, невозможно просто. Какая-то мелодика у неё потрясающая. Даже если у тебя нет слуха, всё равно ты поёшь. Искренне не понимаем, что случилось. Магия, да и только. Слушайте, ну магия, это даже вот хорошо. Когда у вас новая магия, это значит, что всё, проект обречённый успех, что, собственно, вы и демонстрируете. Дорогие Маши, хотелось бы начать сегодня вот с чего. Хотелось бы начать не с работы, а хотелось бы начать с отдыха. Мы внимательно за вами следили всё это время, и мы в курсе ваших длительных путешествий. Вы же были в Таиланде. Мы были в Таиланде, да, но там же у нас проходили съёмки на клипы, которые мы сегодня презентуем, на эту песню «Босая», о которой мы сейчас говорили. Поэтому я не могу сказать, что был только отдых, потому что у нас были экстремальные съёмки, там были тропические дожди. То есть, например, мы выстраиваем кадр, через секунду начинается дождь. То есть, в общем, такая экстремальная была поездка на самом деле. А вам же там ещё босыми-то приходилось бегать везде? Ещё как? Конечно. А там же жучки, паучки, всякие кусачки? Сама собой. И как? Ну, мы с ними дружим. Ну, нет, я бы не сказала, Маша с ними не дружит. Покусали, серьёзно? Мне приходится... Мне никто не покусал, конечно, всё нормально было. Мне приходится расчищать территорию. Машу отсылаем на разведку. Слушай, Лера, артисты, которые не могут без работы, сказал же, да, давайте о работе не будем, давайте про отдых. Слушай, а я тебе больше скажу, у них нет работы как таковой, ну, это в хорошем смысле, это слово, ты сейчас скажешь, тунеядцы. У них просто вот идёт поток творчества, и они его реализуют везде и всюду. Слушайте, ну, а давайте, как лучше сделать? У нас клип будет в середине часа примерно где-то на балансовой. Давайте поближе к нему, наверное. Я хотел вот о чём спросить, по поводу отдыха, почему я начал эту тему. Помимо, что приносит вам такие длительные... Вот если оставить в стороне съёмки клипа, да, мы об этом ещё чуть позже поговорим. Что вообще вам ещё, кроме вот банального обычного отдыха, да, когда отдыхаешь от Москвы, от всего этого безумного движа и так далее и прочее. То есть, что вы там делаете? Какие-то духовные практики, какой-то тайский масс... Что вообще? Тайский бокс. Тайский бокс. Бокс? Серьёзно? Массирует грушу. Да-да-да. Мы всегда в Таиланд, когда приезжаем, занимаемся каждый день там тайским боксом. Да, берём тайского инструктора и... То есть, получается, всё равно в Москве как-то вот агрессия-то накапливается. Есть некая энергия, которой хочется потом прям... Ну, я тоже хотел, а для чего он? То есть, это просто для общего развития, ну, физического, так скажем? Для общего развития. Либо он как-то вот... Мне кажется, он целительен для всего. Вот кто-нибудь тебя там задел, ты прям вспомнил, думаешь, что вот будет... Нет, говорят же, спорт такой, вот он же как-то и мозги ставит на место, вот правило. Возможно. Но на самом деле это приносит удовольствие, мы это делаем тому, что нам нравится. Ну и, конечно же, для физического развития тоже это очень полезно. Мне очень нравится. В плане... В Москве просто нет времени заниматься каждый день, хотя хотелось бы. Вот каждый раз, знаете, мы приезжаем, потому что входим в режим, там, три недели, получается, ты каждый день занимаешься этим тайским боксом, и так хочется приехать в Москву и продолжить. А вы в метро сразу заходите, и получится. Мне кажется, никаких проблем. Без тренера, да, можно. Ну, законам могут быть проблемы, но, в принципе, да, есть всегда на ком потренироваться. Я просто не люблю метро. А испытываете вот проблемы, вот когда... Как это слово? Я все время забываю. Акклиматизация. Акклиматизация плюс джет-джет-лайк, или как он? Когда часовые поясаты... А как вы его понимаете? Вот он мне когда вот так вот говорит, я не могу прочитать его мысли на одной волне. Теперь, Валерий, мы работаем не с тобой. Друзья, давайте прервемся, у нас несколько минут небольшой перерыв, и вновь вернемся к нашему замечательному разговору. Напомним, сегодня утром на телерадиоканале Страна ФМ у нас в гостях две Маши. Вот мы тоже звали по имени Маши, Маши, Маши. И Маши, пошли к нам в студию телерадиоканала Страна ФМ. Девчонки, вот на самом деле, вот мы сейчас анализировали, да, что где-то вы к нам летом приходили, холодное лето 2017 года, когда плюс 8 была температура. И получается, то есть вы, получается, практически год у нас не были. Нет, мы все-таки, мне кажется, приходили к вам между... К нам, да не к нам, да, получается, к другую программу. Маш, чуть-чуть поближе к микрофончику. О, спасибо, супер. Но мы-то давно не виделись. Расскажите, что у вас за этот год случилось? Может быть, знаете, на какой-то новый уровень вышли? Может быть, познакомились с какими-то потрясающими людьми? Ну, знаете, какие-то гуру, учителя, может быть, просто писатели, личности, которые... А еще классно спросить в конце, по середине апреля, как вы встретили Новый год. Нормально, нормально. А почему нет? Мне все интересно. Может быть, они тоже встречаются на Новый год? Ну, просто мы действительно хотим, мы-то за вами следим, но вживую-то интереснее узнать, что с вами происходило. Но, скажем, мне кажется, все-таки в ноябре, в декабре вы у нас были как-то. Ну, практически полгода. Погода сместилась, температурные режимы, я уже теряюсь, где зима, весна, лето. Что позавчера плюс 20, сегодня минус 4, отлично. Ну, на самом деле, все в обычном, так сказать, режиме, пишем песни. Как начали, так и продолжаем. Да, так и продолжаем, в общем, приступили к записи третьего альбома уже. Слушай, какие вы молодцы, у вас прям раз такой альбом, раз такой альбом. Кстати, я хочу пригласить наших слушателей и зрителей в нашу беседу, возможно, у них есть какие-то конкретные вопросы. 8-909-928-1-89-9, ватсап, вайбер, смс, так сказала, как будто у нас неконкретный, да? И bk.com.slashstrona.fm, это наша группа ВКонтакте. По поводу нового альбома, известно ли уже, когда он выйдет, как он будет называться, и что там, я не знаю, и такого концептуально нового стоит ожидать? Так, мы всегда боимся говорить числа. Пока неизвестно, да, число, и название тоже еще неизвестно, это все приходит внезапно. Но мы чуть позже объявим, я думаю, приблизительную дату выхода, но пока не будем. Но это уже как, материал уже собран, написан или в процессе все происходит? В процессе. Ну, скажем так, две песни уже есть новые. Одной из них мы уже чуть-чуть делились нашими зрителями, слушателями, выкладывали кусочек припева. Песня называется «Красное-белое». Это такая зажигательная танцевальная песня, в общем. Ну и скоро-скоро. Скоро мы ее запремьерим, я думаю, в ближайший месяц. Подписчики как отреагировали? То есть вы выложили кусочек куплета, и что они написали? Они каждый день теперь пишут, когда выйдет эта песня. Слушайте, мне так нравятся ваши вообще подписчики. У нас, да, у нас такое общение. А вы встречаетесь вообще? Ну, можно так вот сказать? На концертах. А вам встречи пока не организовываются? Что, прям прийти, посидеть? У нас была автограф-сессия, но где-то уже год с лишним назад. Даже больше. Надо значит новое. Потом у нас периодически проходят квартирники, и там, конечно, более такое тесное общение, скажем так. Мы всегда выходим после концерта и общаемся. Да и вообще, в принципе, сам квартирник, там, он рассчитан где-то на человек сто с небольшим. Это максимум. И, в общем, ощущение такого большого круглого стола. Мы поем, у нас такая акустическая программа, общаемся. То есть вот очень любим такой формат. А, кстати, то ли вы говорили в прошлый раз, то ли я читал где-то, ну, у вас же, естественно, о том, что вот квартирники, о которых ты, Маш, говорил сейчас, это вот какая-то совершенно отдельная история, которая несравнима ни с каким-то другим выступлением. Да, совершенно верно. То есть есть какая-то там своя магия, да? Вот в чем для вас? Вы знаете, на самом деле, вот в любом формате, в котором мы работаем, есть своя магия. И в каждом есть свой плюс. То есть, например, если это большой концерт, и когда много народу, там совершенно творится безумная энергетика, все подпевают песни, и зрители у нас потрясающие. Ну, вот правда, знаете, приходят люди, все такие воспитанные. Ну, в общем, смотришь, радуешься и видишь, есть свет в окне, понимаете? Здесь вот такая вот у нас аудитория, правда. Как это приятно, да. Поэтому большое им спасибо за то, что они у нас вот такие прекрасные. Ну, а мы все ближе и ближе к клипу на песню «Басая». Да, что, удивляешься? Ближе, но еще пока нет. И ближе к рассказу о том, как он снимался в Таиланде. Мы же об этом обещали рассказать. Две Маши у нас в гостях, друзья, скоро вернемся к вам. Это телерадиоканал «Страна.ФМ» Влад Кутузов, Валерия Майорова и прекрасные две Маши. Доброе утро! Доброе утро еще раз. Слушайте, слышите, было две песни, мы недавно говорили про соцсети, про инстаграм и так далее. Песня вот у бедва называлась «Лайки». Вообще вы трепетно относитесь к тому? Вот следите внимательно за тем, сколько подписчиков у вас, кто комментир, сколько человек лайкает вас. Отвечаете ли вы людям, которые пишут? К хейтерам отвечаете ли, да? Так, конечно, следим. Да, следим, конечно, нам приятно. Каждый новый человек, который к нам добавляется, конечно, мы этому радуемся, следим и всегда отмечаем, когда у нас какая-то дата, скажем так, 30 тысяч, 20 тысяч. А сейчас сколько тысяч? 30 с чем-то там, не помню. То есть еще чуть-чуть и 40 тысяч? Да. Не, ну сейчас после эфир-то будет. Конечно, конечно. 8-909-928-1-89-9. Я предлагаю такую схему. Сначала вы заходите в инстаграм Духмаш, ставите там лайк, подписывайтесь, а потом уже сюда заспрашивайте свои вопросы. Слушайте, а я хотел вот о чем спросить. А какой бы вы... Неожиданный вопрос для меня в том числе, а для вас ожиданный, наверное. Вот смотрите, совсем, совсем, совсем молодые, неизвестные музыканты, которые начинают свой творческий путь, да, профессиональный. И, конечно, они наталкиваются в большинстве своем, и вот именно на так называемых хейтеров, которые говорят, ну, музыка у тебя. Да. Вот как реагировать правильно? Вы знаете, дело в том, что у нас как раз проект родился спонтанно благодаря нашим зрителям, которые, наоборот, подхватили первую песню, которую мы выпускали даже не в рамках дуэта «Две Маши», и сказали девочке «Продолжайте». И поэтому мы как раз, наоборот, столкнулись с тем, что люди нас стали заряжать на новые песни и, в общем, на развитие проекта. Это правда, у них негативных комментариев нет, я ни одного не вижу. То есть если кто-то попадается, это действительно какие-то единичные случаи, но может быть, потому что у нас, как бы, почему мы холим и лелеем наших подписчиков, это каждый человек уникальный, пришедший, это не накрученные какие-то там пользователи, у нас очень активная аудитория. Это действительно настоящие, кровно заработанные 30 с лишним тысяч человек. Поэтому, ну, лично меня хейтеры никак не расстраивают, я расстраиваюсь за них. То есть получается просто, что у людей не очень все хорошо, потому что, ну, как-то, я не представляю, пойти кому-то, написать какую-то гадость. Ну, это они так питаются, они наркотические вампиры, да. Слушайте, а вы, получается... Или как это называется, тролли. Тролли, тролли, да-да-да-да. Или как, знаешь, про критиков раньше говорили, про музыкальных. Музыкальный критик — это неудавшийся музыкант. Вот именно. Ну, так вот, да, в какой-то степени. Не про всех сейчас говорили. Да, подождите. Значит, уже более 30 тысяч подписчиков, получается, что вы по всем канонам прям такие блогеры. А бывает так, что к вам обращаются, ну, вот, говорят, а прорекламируете вот какой-то вот товар? Вы соглашаетесь на такие вещи? Опасный вопрос сейчас, Оля. Ну, серьезно, или вы там тестите? Нет, не опасный, очень редко, очень редко соглашаемся. Мне кажется, даже вот если брать наш личный аккаунт, рекламы там еще не было. Вот я тоже про это, что рекламы практически нет. А предложения поступают? Ну, они поступали, да, но как-то, в общем, пока они нас не очень заинтересовали. И я так трепетно отношусь к нашему как раз аккаунту «Две Маши», то, что я говорю, Машули, даже если будем делать рекламу, давай пока «Две Маши» точно не трогать, ну, или очень избирательно, вот прям не хочется, там все подряд, как говорится. Маш, чуть ближе к микрофончику опять. Здравствуйте. Прекрасно, доброе утро, да. Слушайте, давайте вернемся в Таиланд. Давайте вернемся к съемкам клипа. Расскажите, прежде всего, может быть, кто-то не слышал, там же интересная была история, вы хотели снять клип давно еще на песню «Басай», но не получилось, потому что было холодно, да, мы об этом сейчас за кадром вспоминали. Тогда это было лирик-видео. Да, да, да. Как раз вы нас подвигли, а сделайте-ка лирик-видео. Да, и в парке горького. Тогда был ли клип о лирик-видео, но мы хотели в лирик-видео бегать босиком. Где вы бежали по лужам, там, да, вот что такое? Да нет, нет, нет. По мосту, мост. Крымский мост. А, на мосту, да, да, да. Но дело в том, что была другая забавная история. Мы с Машей весной, да, по-моему, съездили в Таиланд. В прошлом году. В общем, на айфон мы сняли клип на песню «Басай». То есть это даже не клип, это просто вот любительское хоум-видео на айфон. Смонтировала я это все в самолете, в Бангкок-Москва. В телефоне, в телефоне, пальцем там. И что самое интересное, сейчас у клипа уже миллион триста пятьдесят с чем-то тысяч просмотров. Понимаете, то есть как бы ни копейки вообще не вложено в видео. Ни во что? Я к тому, что, друзья, если вы думаете, что там музыкантам нужны огромные деньги на съемки клипов и так далее, вот телефон самый ваш лучший. Так, Маша, сейчас, стоп, подожди, я хочу, чтобы я еще раз... Я к чему говорю? Я говорю к тому, что просто сейчас как бы у нас еще один клип, то есть у нас лирик-видео, хоум-видео на басу, и сейчас еще клип вышел. Ну, то есть вот как-то вот так у нас. Тут еще есть вопрос еще про один клип, но я приберегу его. А это будет попозже, да, у нас все равно. Вновь небольшой перерыв, друзья, и мы скоро к вам вернемся. Напомним, в гостях у нас сегодня две Маши. Пришло к нам сообщение такой от слушательницы Карины. Давайте-ка я скорее прочитаю. Доброе утро, две Маши, уникальный коллектив, от которого струится только свет, добро и любовь. Девочки пишут замечательные песни, искренние, попадающие прямо в сердце. Спасибо, только вперед. Ой, как приятно. Тут вопрос еще прикреплен. Когда выйдет клип на англо-испанскую версию песни «Басая»? О, как! А вы, значит, на англо-испанском запели уже. Это четвертый, да, уже получается? Да, получается. Совсем скоро выйдет, он уже в процессе монтажа. Мы действительно записали песню «Басая» на английском и испанском языке. Машин речитатив на испанском. Ой, а можно попросить прям кусочек, прям экспромтом, прям чуть-чуть? Давайте тогда приберем подложку. А, я? Да. А как он начинается? Подожди. Running in the dew, every step barefoot, follow you whenever you're calling. Running in the dew, every step barefoot, chasing you wherever you're going. Descalsa. Descalsa. Красиво звучит. Круто! Круто! Звучит на английском здорово, на самом деле. Да там еще испанский, понимаешь? Там еще испанский, можно давай испанский срочно. Просто огонь. Это же летняя хитяра! А как вы переводили все это? Вы сами? Ох, нет, вы обратились к моей знакомой, которая прямо очень хорошо переводит, потому что нам было важно сохранить Машин текст максимальный, и она очень хорошо справилась. Так, а вот теперь внимание вопрос. То есть вы, значит, замахнулись туда, на те рынки? Да не то, что мы именно на рынке замахнулись и преследуем какую-то там, да, такую цель, но нам очень хотелось давно сделать, да, что-то на английском, и тут вот еще пришла идея с испанским, и, собственно, хотим-хотим и что-то еще дальше. Мы сняли такое видео потрясающее, акустическую версию, там наши музыканты прекрасные, в общем, скоро все увидите. Это будет видео из студии, да. Так, у меня, знаете, еще какой вопрос? Вот как раз-таки по поводу Машинных текстов. К нам в последнее время приходят артисты, там, Настасья, Лаврентьев, да, и они все говорят о том, что помимо того, что они исполняют песни на концерте, они еще и читают стихи, вот просто там где-то в перерывах. А вы такое практикуете? Пока нет. А будете? Возможно. Вот я бы очень была рада, если бы Маша свои стихи читала. Мне кажется, это было бы очень круто, и прям потом... Ну, самое главное, чтобы это было в меру, не мешать, но, мне кажется, не надо сильно мешать, но, возможно, какие-то вставки перед песнями можно сделать, да. Особенно перед лирическим, мне кажется, это будет здорово очень. Да. Слушайте, у меня не вопрос, я просто не могу не сказать об этом. Вы потрясающе звучите вживую. Да. Спасибо большое. И Маш, вот Маш, Шейх, тебе говорю, назовем это «Читка», да, это правильно было все-таки, да? Ну, можно так. То есть, да, правильно? Это так называют, да. Потому что «Читка» — это всегда как-то парень такой должен быть, да? Слушай, это звучит удивительно просто. И вот на испанском то, что произвел, но реально это очень и очень круто. Спасибо большое. И, как правило, когда артисты делают это вживую, это всегда немножечко получается, ну, скажешь так, отличается от этого. Нет, отличается, да. У вас, мне кажется, даже как-то вообще по-новому все звучит. Это самый лучший комплимент, который можно услышать. Спасибо, да. Ой, слушайте, а, кстати, вот по поводу того, где вас можно услышать в самое ближайшее время. Давайте-ка про концерты. Так. Паша, начинай ты. Значит, завтра у нас концерт в Краснодаре. О, как! Да. Билетов нет, билетов нет. Да, только что при нас специальные люди позвонили и сообщили, что кто хотел же. Секунду, билетов нет на концерт или на самолет? Нет, нет, нет. На концерт. Вот там сейчас сообщили, солд-аут в Краснодаре у нас. Вау. Да. И также в ближайшее время мы очень ждем наши два больших сольных концерта. Это в Санкт-Петербурге 6 мая. В клубе-зал. В клубе-зал. Билеты пока есть. Давайте-ка, давайте-ка. Да. И 13 мая в клубе 16 тонн. Это будет такой сольный большой концерт с музыкантами, весенние концерты. В общем, приходите, прямо будет очень-очень круто. Ну, 16 тонн, это полный концерт, электричество, да? То есть все, это уже... Вы знаете, вот мы почему-то сейчас уже склоняемся, что будет больше... Акустической все-таки программы. Чуть-чуть анплакт, да? Да-да-да. Ну, потому что весна, чувства, вот хочется вот такого вот непосредственно... А билеты можно покупать на 16-й уже? Можно, можно. Да, билеты, потому что еще больше месяцев. Это двемаши.ру в разделе афиши есть все ссылочки на приобретение билетов, так что, пожалуйста, приходите, мы вас ждем, это действительно такой нереальнейший заряд и от нас, и в том числе от наших зрителей прекрасных. Слушайте, Маши, ну вот совсем скоро у нас будет клип Басай, мы его посмотрим. Я хотел все-таки вернуться к нему и еще раз все-таки... Про экстремальный номер! Нет, я хотел еще раз посчитать. Значит, что получается? Самый первый клип, который вышел на эту песню, это был лирик видео, да, где на Крымском мосту, да, вот это мы смотрим уже давно. Второй клип был сделанный на телефон и смонтированный Машей Зайцевой в Сомалевете практически, да, все на коленках было это сделано. И у него какие-то невероятные количества просмотров там, насколько я понимаю, да? Да, да, да. Больше всего, что есть. А почему, как вы думаете, вот по вашему мнению, почему у такого продукта, который очень простой, в хорошем смысле этого слова, просто сделанный, быстро сделанный, вот такой вот интерес очень большой у публики. Знаете, я думаю, что это сочетание песни, которые действительно нравятся от мала до велика людям, то есть там даже вот как возрастного такого ограничения нет, можно сказать. И плюс видео с живыми эмоциями, настоящее, то есть вот мы и такие, какие мы есть. Без каких-то там фотошопов, накладных там, чего-то там, в общем. Я говорю, и плюс та самая настоящая мать. Слушайте, ну тогда еще один вопрос, который вытекает из предыдущего. Почему вы не остановились вот на той версии, если она была действительно такая успешная, а она была успешная? Мы хотели, да. Ну, более профессиональная, да, более-более красивая картинка. Мы хотели на Пангане. Это все-таки вот остров, где мы познакомились, и вот эта вот песня, сейчас так она взорвала, можно сказать. Где мы познакомились с басами, поэтому мы хотели именно на Пангане побегать. Все верно. Ну, а там иначе невозможно, мне кажется. Как долго это снималось? Тяжело это было? Тяжело это было из-за погодных условий, потому что мы постоянно ждали погоду, но поняли, что ждать ее не нужно. Были дожди или что? Да, в этом году было, постоянно были ливни, вот. Ну, сложно не было, это в любом случае больше было приятно, а снимали мы, ну, мы каждый день, мне кажется, да, в течение последних, наверное, дней десяти, выходили каждый день и чуть-чуть снимали, снимали, пока была возможность. А вот съемочная группа, она у вас там вот прям как положено, десять человек, осветитель, гример. У нас съемочная группа, все в одном лице, это Ксения Мамаева, она и оператор, и режиссер, и Светик, и все, что может быть. Ну, Светик, свет, свет. Она выставляла там фонарики, чтобы было красивенько. Ну, на самом деле, фонариков-то не было, был единственный фонарик, это солнце. То есть она так ловила натуральное освещение? Да, да, вот в этом смысле, конечно, Ксюша молодец, потому что она работает на натуре просто потрясающе. Ну, это снимали там, а монтировали уже, допиливали все это здесь уже, в Москве, да? Да, да, да. Ну что, я думаю, что самое время, мы подошли к расплотную к тому, собственно, что и все ждали. Итак, прямо сейчас две Маши и клип на песню «Басая» на телерадиоканале «Страна ФМ». Поехали! 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 закружиться, когда в камеру смотришь. Мы ее не приматывали? Особенно Ксюши, которая, получается, едет спиной. Да. Не привязывали на всякий случай? Нет, не привязывали. А вот, например, когда кадр, мы едем с Машей вдвоем, соответственно, Ксюша ехала в багажнике у нашей подруги, которая ехала в машине за рулем. То есть она держала крышку багажника, чтобы он ее не бил по голове, а второй рукой... Быстрее! Но он же до сюда, в багажник дергается. Полицейские, да, мэм, вам нужна помощь? Почему в багажнике? Параллельно никто не снимал бэкстейдж? Никакой не остался у вас? Нет, нет, бэкстейдж параллельно. Мне кажется, это было бы очень интересно, потому что... Может быть, кто-то снял, мы об этом не знаем. Слушайте, это был бы уже пятый клип. Клип бэкстейдж, это что новенькое. Я, знаете, что еще хотела спросить? А вы же там вот хорошенькие, получается, у вас не было гримера. Вы сами? Конечно. Или вы так, естественно, на трое загорели и все? Да, у нас там практически-то ничего нет на лице. Ну да, там вообще сложно, мне кажется, не представляю, как в таких странах с макияжем сниматься. У нас там чуть-чуть совсем глаза, ресницы подкрашенные. Чуть-чуть росы, лицо роса, я к тебе босая, собственно. Опять же, да. Я вот подумала, смотри, значит, они живьем в реальной жизни и поют так же, как вот в телевизоре, да? И так же выглядят. Получается, что как бы естественные девчонки на все сто процентов. Абсолютно гармонический творческий коллектив. Абсолютно. Ой, ребят, спасибо. Слушайте, а вот вы снимали же на улице, да, на дороге, где есть те люди там вдалеке где-то, да? Сложно было? Приходилось договариваться с кем-то там? Полиция, администрация, что ли? Нет, вы знаете, там все ходят, что-то снимают. Да. Мне кажется, в принципе, сейчас уже съемка, она настолько вошла в жизнь людей, что это уже неотъемлемая часть. Все ходят, снимают, в общем... Нет, ну конечно, если бы мы, наверное, пригнали туда автобусы и разложили там целую площадку съемочную... Как раз если бы приехала бы с нами съемочная группа там с огромными камерами, возможно, были бы какие-то там нюансы. А вот по поводу того, что едешь на байке и поешь, как люди реагировали? Улыбались. Улыбались, да, все улыбались, да. Здорово, здорово, здорово. Мне кажется, я вот этим вопросом выдал свой возраст сейчас. Ну я забыл, что все уже давно все снимают, а я как-то... Остался в прошлом. Что поклонникам... Вопрос традиционный. Что поклонникам ждать в ближайшего времени, кроме альбома? Премьер наших, многочисленных ждать. Конечно. И концертов. И видео, и песен, и концертов, конечно. Да, мы их ждем, мы очень соскучились по нашим концертам, и ждем прямо Петербург, Москва. Давайте еще раз. Давайте напомним еще раз, да, когда в Москве, когда в Петербурге. В Петербурге у нас концерт 6 мая в клубе Зал, а в Москве концерт 13 мая в клубе 16 тонн. По нашим сайте, да, есть вся информация и билеты 2masha.ru Ну либо в социальных сетях, в инстаграме тоже наверняка есть какие-то специальные посты, которые там посвящены как раз. А вот вы сказали в самом начале, что выложили кусочек припева, новые динамичные песенки, а вы сейчас в студии над ней работаете? Как идет работа? Она уже готова. Она у нас вот уже горячая лежит, ждет. А просто вы иногда знаете, как выкладываете кусочки? Я же просто смотрю, вы же иногда просто там вот на кухне где-то. Да, конечно. Вот, кстати, на кухне мы ее запишем. Мы ее на кухне запишем. Давай-ка сегодня запишем на кухне ее. Договорились. Все нормально, вопросы решаются у вас. Все очень просто. Я повлияла на процесс. Дорогие Маши, а не могли бы мы прямо сейчас небольшой фрагмент новой песни, которую пока еще никто не слышал в нашем эфире, как-то немножко озвучить? Можно. И это будет такой очень приятный эксклюзив неожиданный для всех наших зрителей и слушателей. Красная, белая, я твоя смелая, что же наделала опять? Белая, красная, снова опасная, сегодня ночью не буду спать. Итак. Ура! Я уже жду теперь, когда все это будет. Я хотел вернуться к песне на английском языке. Английская песня, английско-испанская. А альбом-то будет? Целый? Прямо весь? Да, прям розовый. Это, кстати, идея. Вы нас прям подстегиваете сегодня. С языка сняла, на самом деле. Как раз об этом хотела спросить. Не было ли мысли сделать вот такой весь альбом? Мысли были. Были мысли песни. Песню, еще сейчас мы хотим песню другую сделать. Но вот, возможно, и к альбому так подойдем. Может быть, так и поднаходится на целый альбом. Иностранщины. Потому что звучит реально очень круто. Да, очень круто и очень неожиданно. Может быть, не думали вы о том, что, ну, наша российская отечественная публика, это все очень хорошо. Но все-таки, может быть, вам как-то посмотреть уже подальше? Может быть. И расширить горизонты своей аудитории? Может быть. Ну, конечно, мы не хотим сужать и говорить, что мы будем только в России, и нигде мы больше не хотим, чтобы наши песни пели. Конечно же, это не так. Конечно, это здорово. Если тебя по всему миру будут слушать. Это мечта, я думаю, каждого артиста. А вот есть уже какие-то первые отклики англоязычной аудитории, которая услышала кусочек этой песни? И что сказали? Вы знаете, на самом деле, что самое удивительное, у нас были отклики от иностранной аудитории на наши русские песни. Вот что самое удивительное. Вот что самое удивительное. Поэтому, собственно, вот такие отклики нас тоже сподвигли на то, чтобы записать на иностранном языке. Слушайте, у нас все уже практически, у нас осталось 30 секунд. Давайте быстренько еще Москва-Питер концерты. Когда и во сколько? Где? 6 мая Санкт-Петербург в клубе зал и 13 мая 16 тонн в Москве. Хотел пожелать вам полных залов, а потом, думаю, солдат уже и так ночью. Да, и Краснодар, собственно, завтра, но билетов уже нет в Краснодаре. Девчонки, вы такие классные. Огромных вам успехов. Спасибо большое. Пусть ваша аудитория любит вас еще больше. Приходите к нам в гости почаще. С удовольствием. Но больше, чем мы вас любим, но любить невозможно по понятным причинам. Две Маши были у нас в гостях. Спасибо еще раз. Приходите. Всем пока. Пока. Продолжение следует.